Так, наш поход сейчас в гримёрку в группе РАНЕТКИ! Да иди, друзья! Завидуть не бойся! Это Альбер, главная Альберта показать! Да, да! Вы что, Альбер, супермен? Давайте подчеркнуть. Давайте подчеркнуть. Наташенька. Наташа, передай привет Субботу. Слушай, Альбер, что-то посадим. Сейчас, пошлите. Вообще не помню. Давай, идем, да? Вот такой наглость пихнул. Мы идем в гримёрку. Нет, Альбер, просто. Куда вы пошли? Ничего, нет, вы куда пошли? А, Суббота, 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 Суббота. Вы, Т.е. Эй! Если будет плохо снято, я не виновата. Первый раз снимаю. Рука трясется. Дом не всегда руки трясутся. Лиз, улыбнись. А что так слабо? С моей не зубами, мне очень улыбается. Ну, у вас у всех ровные, что говорили. Да, ровные, да, конечно. У себя, да, смеешься? Да, а что? А что не нравится, что с тебя я снимать буду. Спасибо. Сострою красивую рожицу. Красивая рожица? На каком месте вот это красивую рожицу. Пальчик, пожалуйста. Не дам, ты пил? Мне тогда Аня даст. Размешала. Я надеюсь попить только. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Она работает, нет? Снимай. Настя, помаши ручкой. Лиза. Ой, я устала. Спрячу тут. Есть. Моя спина особенно. Все, давайте по госпитинам. Сиди, все. На, выруби ее. Не, пусть снимает. Есть. Хорошо. На, давай. На, копачок. Снимай дальше. Девочки. Девочки. Так. Альберт. Наташа, ты будешь всех снимать. Ань, сиди сюда. Нет, кто? Нет, она сам не снималась. Так. А, ну. А, ну. Ну, мы тоже. Сиди. 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 Первое свидание. Ну, даже не знаю. Ну, можно провести. Можно я, Кабратович? В каждом. Садим. В кино, в кафе можно провести. Можно, не знаю. Котик, а? Да, пусть снимает. Там нет. Да нет. Так, с ним. Звук существует. Давай, я там, включаю. И давайте поскорее, ребят. Аня, помаши ручкой. Лиза, ты когда слушаешь, рот не открывай. Девчонки выйдут? Это мне. Нам они тоже нужны. Все, все, все. Это как? Можно провести в кафе, можно как бы сходить в кино. Мне кажется, можно в кафе только сходить, потому что в кино, если пойдешь, ты даже не успеешь пообщаться с людьми, будешь занят только кином. Главное, не позволять мальчику на первом свидании что-то большее. Дайте, Лене, выйти. На свидание на первом. Закадывай, изделие. Ничего, я не могу летал. Серьезно. Пошел. Лекарды, по-разному, сейчас пойду. Венусин. Повторяй, не надо. Так я же потом буду. На первом свидании главное не позволять мальчику... Давай заново. На первом свидании главное не позволять мальчику что-то большее. Ну, мне кажется, что первое свидание должно быть дружеское, побольше разговоров, там, прогулки какие-нибудь, кафе. Мне кажется, что надо узнать друг друга получше. И не допасть раз мальчику, как некоторые делают. А вот что? Можно со своей второй половинкой пойти куда-нибудь в ресторан, в кафе, там, или посидеть дома, послушать музыку, там, поговорить о романтичных каких-нибудь темах. Пойти кататься на каток. Любимое место. Ну, куда еще можно сходить? На концертное место. Да, кстати, тоже можно. На концерт. Извиняюсь. Извиняюсь. Прогуляться где-нибудь. Пообщаться, но уже не сразу, как бы, с первого свидания начинать там целоваться, обниматься. Нет, целоваться можно. В щечку. Почему сразу в щечку? Ну, я хочу в щечку. А ты тебя страшен. А ты губол раскатал сразу на первом свидании. У меня на первом свидании все хорошо. Попробуйте отдавать по семье. Так, ладно. Попрос в втором. А кто в знакомстве делает первый шаг? Кто должен это делать? Ну, я считаю, должен делать мальчик. Ведь он решительный, как бы, и девочка очень, как бы, слабая, и она, как бы, не может, ну, как сказать, там, сделать первый шаг. Ну, ходите, кто там ходит. Нет, там, может быть, все же. Мне тоже кажется, что должен делать первый шаг мальчик, потому что, ну, мальчик, вообще, видно было в фильме, потому что мальчики за девушками пели, и начинают ходить. Я думаю, все-таки мальчик, но раз, ну, если мальчик, и что-то там, не знаю, боится, наверное, все-таки стоит, чтобы девушка уже появилась, действительно. Мне кажется, что парень должен первые шаги делать. Мне тоже так кажется, что парень должен. Не то, что кажется, что парень должен делать первые шаги. Все. Ну, я считаю, что в зависимости от ситуации, либо это будет девушка, либо парень, это, как бы, право выбрать самого человека. Как он хочет, так пусть и делает. Но мне бы хотелось, чтобы, как бы, парень мог бы сделать первый шаг, там, навстречу мне. Я так считаю. Да. А Леша в этом голос? Это в шоке. Вообще, кому еще захотелось, кто-то делает. No comments. О, нет. Складыш… Это в шоке. Да нет, я не хочу. Давай. Нет. 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 А я потом сложу. Складыш. Складыш. В шоке. А вот интернет, отношение интернет-романа и там фло хорошо, и… что это хорошо. Можно запустить новое знакомство, можно найти подходящего себе человека, можно пообщаться с кем, с кем ты хочешь, найти половинку свою вторую. Мне кажется, что это не очень хорошо, чем то, что лучше общаться в живую, там, где нас все чувствуем. Уже в интернете люди забываются, начинают писать короткими словами, но, короче, уже лучше общаться на новой. Я не думаю, что в интернете можно найти настоящую любовь, так как за экраном может сидеть совершенно не тот человек, за которого он себя не дает. Поэтому интернет злоб. Я тоже считаю, что интернет злоб. В живую общаться намного легче и проще, чем в интернете. Да, я тоже думаю, что в живую лучше. Все. Подожди. Интернет зло. Я всегда был и есть, и буду из-за реальной отношения и общения. Ну, в интернет-романе много лжи. Там, например, встретив человека в живую, ты можешь в нем очень сильно разочароваться, нежели узнав у него информацию в интернете. Нет, на самом деле я считаю, что общаясь в интернете, там нет искренности, нет, ты не можешь понять, искренний человек перед тобой, правильно он тебе говорит, не врет ли он тебе. Поэтому я считаю, что если общаешься, то общаешься с глазом в глаза. А с девочками? Не важно с кем. А разница в возрасте, если там парень старше или младше? Как быть? Ну, да, ну, мне кажется, смотря какой человек, то есть он может встать на более другие действия, а младше может как бы быть нерешителем. Ну, вообще, как бы, ну, не знаю. Мне кажется, это то, что не совсем важно, какой возраст. Главное, какая душа у человека. Да, и это вы, Сережа, подтверждают все время. Спасибо. Можно вопрос? Разница в возрасте. А, все, вспомнилась, спасибо. Ну, на самом деле, у меня, я лично себе, наверное, испытывала, не испытывала это, так как я встречаюсь с молодыми людьми довольно-таки взрослыми, ну, как взрослыми, наверное, близнего возраста. Вот. Ну, в принципе, на самом деле, если человек не позволяет себе лишнего, то можно продолжать с ним общаться и встречаться, ну, не сразу какой-то. Ну, мне кажется, если вы действительно хорошо общаетесь, то почему бы и нет? Да, если любят друг друга, то есть тут, независимо от разницы в возрасте, то если, конечно, что-то такого неприступного делает, то это недопустимо, конечно. Но это, в общем, надо общаться. Не дело не главное в возрасте, главное, что у человека в голове. Может быть, будут у человека хорошие мысли, а могут быть плохие. Главное, что, как бы, человеку надо не только одно. Поэтому возраст может быть и 15 лет, и 16 лет, и 14 лет даже. Ну, в общем, так. Ну, я даже не знаю, что сказать, отвечать последний трудно. Ну, я считаю, что вот, если старший человек тебя, вот, например, то, ну, как бы, настораживает. Если младше, то, как бы, можешь при людях стесняться. Но если люди друг друга любят, как бы, люби все возрасты покорные, короче, как говорят. Да, это правильно. Да, да, человеку как разный возраст постоянно. Нет, я считаю, что возраст, это, наоборот, очень хорошо, потому что я предпочитаю выбирать более взрослых мужчин, потому что с ним еще комфортно. Ты находишься как за огромной каменной стеной, он тебя всегда защитит, он более опытный во всех смыслах. Вот, потому что у меня были отношения, но мы немножко разошлись. разошлись по разным полюсам. Так что, да. А теперь два вопроса про здоровье. Извините. Иду, и мы закончим. Так, а как справиться вообще с головной болью? Надо выпить. Часто ли у вас болит у вас голова вообще? Ну, у меня она, как бы, болит нечасто и советовать я не могу, как бы. Ну, то есть я еще не совсем взрослая и, как бы, у меня голова вообще не беспокоит. Ну, вообще, лучше всего, как бы, принять таблетки, которые действуют, которые по-настоящему, как бы, могут помочь в этой ситуации. Ну, у меня тоже редко голова болит, но мне кажется, что самое лучшее, и хорошо только сон. Потому что спишь и уже обо всем забываешь, чтобы никогда не высыпаешься. На самом деле, у меня голова болит часто, и таблетками привести себя не стоит. А? Наверное, все-таки стоит... Правильно девочки сказали, что... Поспать. Уснуть, поспать и хорошо выспаться. А чаще всего голова болит от того, что ты не высыпаешься. Ты тоже не высыпаешься? Да. Ну, что-нибудь тут даже есть такое. Извини, как началось. Ну, мне кажется, правда, лучшее лекарство — это сон. И так ты со временем, когда взрослешь, ты понимаешь, что для тебя лучше, что для тебя хуже. И сам выбираешь что-то. Наверное, я соглашусь с комментарием Эльмиры. Вот. А вообще, у меня сейчас голова болит от очень громкой музыки. Например, в данной ситуации так очень громко было сейчас. У меня болит голова. Ну, или, может, это волнение. Просто не знаю. У меня не так часто болит голова. Ну, когда она болит, я просто беру таблетку цитрамоном, выпиваю и вожу спать. Даже просто могу выпить таблетку, сидеть в контакте и всё. Никак не поборвалась. Я там говорю, это живое общение. Нет, это мы общаемся. Когда болит голова, голова болит не часто. Ну, бывают случаи, когда болит. Обычно родители заставляют измерить давление и выпить таблетку. А так лучше лечь спать. Не уснуть, как бы. Навеки вечные. Да. Нет, не настолько. Час на два. На восемь. Девочку родители заставляют. А что у меня не спросили. А я не стою еще вообще. На самом деле, я посоветую, когда болит голова, не важно, что болит. Мы вообще отберем про голову. Не нужно болит таблетки, потому что таблетки – это химия, не важно, какие причины. Вот. Голова во многих случаях может болеть из-за того, что не хватает жидкости в организме. Значит, если у вас болит голова, возьмите бутылку воды и попейте большими глотками. Во втором случае голова может болеть от голода, поэтому если вы не ели, то если у вас голова болит, вам нужно просто покушать что-нибудь, яблоко, еще что-нибудь или нормально попитаться. Вот. А если уж совсем плохо, тогда извини. Не обессудит. Что, не скажешь? Скажи. Ну, давай. У меня просто голова не болит. Голова-доволь. Ладно. И заключительный вопрос – а в каком возрасте можно найти половой жизнь? Ну, я дальше не знаю. Ну, у меня как бы родители воспитали то, что слишком рано тоже нельзя. Она сказала – лучше терпеть до свадьбы. Почему? Ну, не знаю. Ну, мама сама боится еще за меня. Она сказала, типа, на своем личном опыте, то, что лучше всего до свадьбы терпеть. Заниматься половой жизнью. Заниматься половой жизнью, я думаю, стоит только 16 лет. Мне кажется, 17 лет. Я не знаю, почему 16 лет. Наверное, тогда организм уже более как-то перестраивается. Наверное, правильно. Мне кажется, половой жизнью надо заниматься только с тем человеком, с которым ты действительно хорошо общаешься, которого ты любишь, которому ты доверяешь. Ну, мне кажется, то, что раньше 18 лет этого делать не стоит. Ну, мне кажется, когда ты поймешь, когда ты готов именно, вот тогда ты, ну, как прислаживаешь половой жизнью, и то вот именно с тем человеком, которого ты любишь, которому ты доверяешь, который тебя не бросит после первого раза, который воспользуется тобой. Мне кажется, это надо заниматься половой жизнью с тем, кого ты любишь. И по-настоящему любишь не так просто, а душой и сердцем. А, ну, там, с 16, с 17, с 18, с 35 лет? Наверное, лет с 16. Может, даже с 18. Почему именно в этом возрасте? Ну, потому что в 13-14 лет у них еще голова не совсем окрывает. Соображает? Соображает. Ну, потому что у меня есть многие подруги, которые в 13 лет этим занимались. Вот. Я им просто говорю то, что дурочка, и все. Ну, мне мальчик нравится, и все. Что я могу сделать, если я хочу? Вот так она говорит. 14 лет какие? Ну, я даже не знаю, что сказать. А что ты снимаешь? Сколько вам не снимать? Ну, я считаю, что можно... Держи камеру. Простите. Ну, я считаю, что нужно, когда ты уже будешь сам, и лет так с 18, когда уже организм полностью сформировался, и ты сам морально, физически, ну, готов к этому... Эм... Эм... Нет. Не, не знаю, что сказать. Ну, конечно... Должна быть голова на плечах, и то, что человеку 18 лет, это не делает его взрослым, и он может заниматься этим когда хочет, с кем хочет, он ещё и должен всё думать, и соображать своей головой, чтобы не попасть в неприятные ситуации. Спасибо большое. Лена? Лена боится ответить на этот вопрос. Лена показывает нам все. Ну, на самом деле, я думаю, что половой жизнью нужно начинать заниматься где-нибудь с 18 лет. Вот. Я себе когда-то поставила даже такую цель, что до 18 лет я не буду начинать заниматься половой жизнью. Так получилось. Вот. А еще самое главное заниматься любовью, так сказать, с любимым человеком, потому что нет с любимым, ты не будешь получить удовольствие. Рома. Спасибо большое. Спасибо большое.